МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шок! В поле с полиэтиленовым пакетом на голове нашли тело девушки. Невозможно себе даже представить, но мать звонила ей именно в момент убийства. Я начала ей звонить, услышала в телефон, мамочка, помоги. Я спросила, где ты, и только услышала, что возле кладбища. Руки были полностью от ногти, сдерты до крови. То есть человек сопротивлялся до последнего. Вот этот дом. Именно здесь Алину держали перед смертью. Вот тебе крышка гроба. Вот вам гроб вашей дочери. Я чувствую, что вы говорите неправду. Не было меня там. Я не уезжал никуда. Во всем вы меня обвиняете. Почему вы так нервничаете? Разве кто-нибудь вас в чем-то обвинил? Алина Дякова. Ей 23 года. И это ее последнее фото. Его сделали в начале декабря прошлого года. Девушка как раз получила повышение на работе. Должность старшей медицинской сестры в Запорожской областной больнице. Замечательная сестричка, которая пришла ко мне где-то 3-3,5 года назад, после окончания медицинского училища. И вот ей предложили перейти в старшие сестры отделения. Алинка всегда мечтала быть врачом. Нравилось в больнице работать. С ней был бы очень хороший доктор. Она в этом году поступила в институт заочно. Но уже спустя две недели какой-то изверг поставил крест на всех мечтах и надеждах девушки. Последний раз живой Алин увидели 13 декабря. По дороге домой она заехала к бабушке в село Новостепнянское неподалеку от Запорожья. Привезла ей лекарства. Она приехала в 17. У нас маршрутка в 17. 0-0. Она приехала к нам, сказала бабушка, я уеду в 8 часов, в 20.00. Проведав бабушку, Алина торопилась в соседнее село Лежино к маме, дабы поставить той капельницу. Женщина страдает от язвы желудка. Мы созвонились с ней, разговаривали по телефону. В 8 вечера девушка пошла на остановку общественного транспорта. Расстояние между двумя селами 4 километра. Поэтому через 20 минут Алина должна была быть дома. Я пришла домой и ждала, что она вот-вот должна прийти. Глянула на телефон, упущенных нет. Начала ей звонить и услышала в телефон, как она плачет и кричит, мамочка, помоги. Я спросила, где ты, и только услышала, что возле кладбище. И все, связь оборвалась. Если бы я знала, то следом бы за ней побежала. Кошмар. Оказалось, что маршрутка, курсирующая между двумя селами по дороге в Лежино, действительно проезжает кладбище. Неужели девушка вышла раньше? Но почему? А сколько это было по времени? Где-то 20, может, 25. 20 минут только 8-го, 9-го. А с водителем маршрутки разговаривали? Конечно. В этот же день? Не было, не было. Значит, в маршрутку девушка так и не села. А маме по телефону Алина сказала, что она на кладбище, которое находится между двух сел. Как девушка там оказалась? А вы ездили на кладбище? Дочь вы там, я так понимаю, не нашли. У нас кладбище между селами одно, с мужем. Мы быстренько туда машиной приехали. Я звала, кричала, бегала. Пыталась ее набрать, шли звонки. Но трубку никто не брал. Отчаявшись, мама позвонила в полицию. Не дожидаясь отведенных законом трех дней, правоохранители начали поиски. Приобщились и односельчане. До последней секунды надеялась на то, что вот сейчас мы раз найдем ее, быстренько укроем, и она еще будет живая, мы ее спасем. Пропавшую нашли 15 декабря, через два дня после ее исчезновения. Тело Алины находилось в поле, неподалеку от села Новоалександровка, которая находится в пяти километрах от села Лежино, куда девушка направлялась в свой последний вечер. Алина была раздета, руки и ноги связаны. На голову надет черный полиэтиленовый пакет. Девушка была мертва. Зачем убийца надел девушке на голову черный пакет? И при чем здесь кладбище? Все это не похоже на обычное убийство. Вообще никакого смысла в жизни, жить не хочется, вообще ничего. По заключению судмедэксперта, причиной смерти Алины Дяковой стала черепно-мозговая травма. Помимо этого, девушка была сильно избита. Дабы разобраться в деталях убийства, наш эксперт разыскала представителей местной самообороны, нашедших Алину, и попросила их показать место, где они нашли тело девушки. Я так понимаю, это вообще какой-то пустырь. Это были раньше фермы, комплекс заброшенный. Скажите, пожалуйста, что вы видели? Там и кровь была под головой, там пакетишь полностью. Она побитая была. Криминалисты сказали, что там сразу, что и челюсть поломана в нескольких местах. Руки были полностью, ногтики сдерты до крови. То есть человек сопротивлялся до последнего. Человек хотел жить. Муж есть, он на опознание, и сын есть. Говорит, что хорошо, что ты не видела, как она была. Алина была так сильно изувечена, что хоронили ее в закрытом гробу. Родные и близкие до сих пор не понимают, зачем убийца так мучил девушку перед смертью. Есть еще одна странная деталь. Рядом с телом убитой лежал ее нательный крестик. Шнурок, на котором он находился, был разорван. Скорее всего, убийца сорвал его с шеи жертвы. Детю, которое всем помогало, всем делало добро. За что такая смерть? И за что можно было сделать с человеком? Но это не людей. Скажите, а из ценных вещей что-то было от ней? Польца, это было на ней. Ага, я поняла вас. Телефон, золотые сережки. Все ценные вещи остались при девушке. Значит, убийство на почве ограбления мы исключаем. По словам близких, Алина ни с коллегами, ни со знакомыми не ссорилась. Что исключает версию убийства из-за конфликтов. На момент убийства отношений у девушки не было. А значит, убийство на почве ревности тоже отметается. Но тогда мотив вообще непонятен. Почему Алину Дякову убили? После убийства Алины Дяковой прошел почти год. Но дело все еще открыто. За убийство девушки до сих пор никто не понес наказание. Следователи ничего не комментируют. Мы приехали с заявлением о том, что я имею права потерпевшего. Он посмотрел, почитал и сказал, Лилия Николаевна, а зачем это вам надо? Это он сказал матери? Да. Наш эксперт отправилась в областное управление полиции, чтобы узнать об обстоятельствах убийства Алины Дяковой. Мы просим у вашей пресс-службы абсолютно на законных основаниях, на каком этапе сейчас следствия. Там расследование еще не закончено. Потому они не готовы про ничего говорить. Пока правоохранители отмалчиваются, жители района живут в страхе. Ведь кровавый убийца, возможно, уже ищет новую жертву. Какой-то урод ходит здесь, может, даже тебе в лицо смотрит и улыбается. Я очень хочу попросить помощи, чтобы все было расследовано. Ну, хотя бы для того, чтобы другие люди не пострадали. Чтобы, ну, такая нечисть просто по земле не ходила. За расследование жестокой расправы над молодой медсестрой взялись самые сильные экстрасенсы нашей программы. Ясновидящий из Азербайджана Хаял Олегперов и ведьма-некромант из Харькова Жанна Шулакова. Эксперты уже в Запорожье. Они поработали с фотографией погибшей Алины и сейчас делятся своими ощущениями. Жанна, я пытался настроиться на момент смерти девушки, чтобы увидеть убийцу ее глазами. Но вокруг была лишь беспросветная тьма, а отдышать было очень тяжело. Знаешь, Хаял, у меня были похожие ощущения, но только в моем сне. Мне казалось, что я – это Алина. Как будто я нахожусь где-то в маленьком темном замкнутом пространстве. Такое впечатление, что Алину перед смертью поместили в какой-то гроб. Когда я спрашиваю, кто убийца девушки, священная книга отвечает мне – ищи руку с крестом. Подожди, рука с крестом. А у девочки был сорван нательный крестик. Может, это как-то связано между собой? К тому же девушка звонила матери из кладбища. Меня это все наталкивает на мысль о ритуальном убийстве. От слов экстрасенсов волосы дыбом. Неужели Алина стала жертвой какого-то кровавого ритуала? Подожди, есть еще две подсказки от книги. Рука убийцы кормит собаку. И найди девушку, спасенную от зверя. Подожди, получается, есть еще какая-то жертва? Не знаю. Мне нужно время, чтобы в этом разобраться. Поехали. Хаял! Ты что, ты вообще ненормальный? Кошмар. Хаял Аликперов едва не попал под машину. Хорошо, что водитель затормозил. Что случилось с ясновидцем? Что же ты надоела? Что случилось вообще? Жанна, я только что будто перенесся в тот ужасный вечер. Глазами девушки ее увидел точно такой же авто светлого цвета. Может, убийца Алины был на машине? Значит, нам надо искать такую машину по друзьям, по знакомым, по родственникам. Может, у соседей. Надо будет спрашивать. Ты что, не пугай меня так больше? Пошли! Экстрасенсы подъезжают к дому Лилии, матери Алины. Здесь ясновидящих уже ждут родные, друзья и коллеги погибшей девушки. Здравствуйте. Меня зовут Лиля. Я мама Алинки. Я тетя Алины. Меня зовут Наташа. Спасибо большое, что вы приехали. У меня убили дочечку. Зверски. Зверски, да. Мы не знаем, при каких обстоятельствах, как это случилось. У нас просто миллион вопросов. Очень много вопросов. Можно руки? Да, да, конечно. Ай-ой, я здесь не вижу. Она приходит, как гость сюда. Да. Достаточно часто приходит, но только гость. Оттуда ждете, как колеса шуршат. Ждете, как едет оттуда. Да. Она у бабушки больше живет. Лилия родом из села Новостепнянское. Там жила с первым мужем, родила дочь Алину. Но когда брак распался, вышла замуж во второй раз за мужчину по имени Сергей. И переехала к нему в соседнее село. С Сережей ему уже, конечно, больше десяти лет. Дочь Алина жила на два дома. По будням у бабушки, а на выходные приезжала к маме. Я не могу словами передать. Как так, что вещи остались, а ее нет, и она никогда не придет. Сейчас я вижу дух мужчины с порезами на теле. Он весь в крови. На вид ему лет 30. И книга говорит мне, что это ваш муж. Да, это отец Алины. Его убили. Много на живых ранениях было. Это мой брат двоюродный. Отца Алины убили спустя несколько месяцев после развода с женой. Из-за того, что пытался спасти жизнь односельчанину. Они проезжали с кумовы на мотоцикле и увидели какие-то разборки. Он остановился разборонить или помочь. Это был вообще приезжий, не местный человек. А Стасу попал в сонную артерию. Она жила. Пока довезли на больницу, он умер. Это ваш сын? Да. Я слышу, как вы просите сына присниться вам. Он мне не снится. Скажите, чтобы приснился хоть разочек. Если это возможно. Сын сейчас слышит вас. Он не приходит во сне, потому что не хочет бередить вашу рану утраты. Не хочет, чтобы вы плакали. Хаял подошел к моей, получается, тетке. Обнял все. Она, наверное, этого обнять я 15 лет ждала. Она до сих пор не забывает Стасу. Она всегда о нем помнит и плачет всегда о нем. Подождите, дайте я настроюсь на девочку. Дайте мне ручки. В тот момент мне явился дух Алины. У меня прямо кол в горле стал. Мне очень сильно захотелось плакать. У девушки почему-то было огромное чувство вины перед бабушкой. Смотрите далее. Шокирующее разоблачение. Почему убитая девушка просит прощения у родных? И как она на самом деле оказалась на кладбище? Все указывало на то, что убийство Алины было ритуалом. Вот, смотри, пожалуйста, смотри. Полнолуние. Суперполнолуние. С девушки сорвали нательный крест. Именно с кладбища Алина звонила матери. Она говорит, что здесь есть люди, которые об этом знают. Не пропустите. Дух девушки укажет экстрасенсам на своего убийцу. Подожди. Почему она за тобой стоит? Абриш, ты виновата. Ты прощения не просила. Я тебе не прощу. И снова в эфире экстрасенсы ведут расследование. Шокирующая премьера сезона. Сегодня самые сильные ясновидящие страны Жанна Шулакова и Хаял Олегперов расследуют жестокое убийство молодой девушки в Запорожской области. Тело 23-летней Алины Дяковой нашли в поле с полиэтиленовым пакетом на голове. Тело Алины находилось в пяти километрах от села Лежино, куда девушка направлялась в свой последний вечер. Алина была раздета. Руки и ноги связаны. Невероятно, но мама звонила дочери именно в момент убийства. Она плачет и кричит, мамочка, помоги. Я спросила, где ты, и только услышала, что возле кладбища. И все, связь оборвалась. Такое впечатление, что Алину перед смертью поместили в какой-то гроб. Меня это все наводит на мысль о ритуальном убийстве. Дабы узнать, кто убийца, экстрасенсы решили настроиться на девушку через энергетику ее родных. Но неожиданно у Жанны Шулаковой началась настоящая истерика. Бабушка, прости, цветы не донесла. Во всю жизнь праздник испортила. День рождения, день рождения у бабушки. Умерла на день рождения. И когда Жанна встала на колени перед бабушкой, такое ощущение было, что это именно Алина стоит. Честно. Алинка погибла 14-го числа. Это как раз день рождения бабушки. Сейчас я ощущаю, что девушка предчувствовала свою гибель. Незадолго до смерти ей приснился страшный сон, который стал вещьим. Да, она мне рассказывала. Говорит, у меня снился сон, и она мне его рассказала. Как будто она бежит, а за ней гонится звень, который хочет ее растерзать. А какая фаза Луны вообще была? Полнолуние, не пол... Ставьте какой-нибудь телефон, я в интернет зайду. 13-е число. Какая фаза Луны была? Вот, смотри, пожалуйста. Смотри. Полнолуние. Супер-полнолуние. Все указывало на то, что убийство Алины было ритуалом. В ночь с 13 на 14 было полнолуние. С девушки сорвали нательный крест. И именно с кладбища Алина звонила матери. Моя книга говорит, что девушка погибла, потому что была чистым, праведным и порядочным человеком. Она такой была. Она очень отзывчивая, она всем помогала, абсолютно всем. Но если убийство и вправду было ритуальным, и девушку убили на кладбище, возникает вопрос. Как ее тело оказалось в пяти километрах от этого кладбища? Возможно, девушку сюда специально перевезли, дабы запутать следствие. Вот только кто это сделал? Пока у нас нет ни одной зацепки. Давайте посмотрим, что выпадает у меня. Девочка выпадает. Подожди, ты говоришь, что у тебя убийца, он с семьей, а у меня он сидит один. Он одинок, он ее знает, он ее видит, и он ей интересуется. Она говорит, что здесь есть люди, которые об этом знают. Брат ее бывшего парня. Брат бывшего парня? А что это за парень? Проявлял к ней интерес. Подойди, пожалуйста, сюда, ближе. Это Татьяна, близкая подруга погибшей. Рассказала, что Алина несколько лет встречалась с парнем по имени Сергей. А незадолго до смерти пара распалась. Я ощущаю, что была какая-то ссора из-за ревности. На дискотеке он все время ее засыпал. Вот такое ощущение, что он не просто ее вот так вот, знаете, вот за руку, вот дергает прям вот за вещи, да, иди сюда. Она не хотела с ним. Действительно были разборки с этим Димой. Он к ней постоянно приставал. А скажите, этот брат водит машину светлого цвета? У него есть машина? Нет, Таня, какая машина? У брата Ланос. Светлые, серебристые. Жанна, ты помнишь, еще утром я едва не попал под колеса светлой машины? Каял! Ты что, ты вообще ненормальный? Глазами девушки я увидел точно такое же авто. Убийца Алины был на машине светлого цвета. Подожди, тогда может это он, может он обозлился и... Как зовут этого брата? Дима. А связаться с этим человеком можно как-то? А фотографии я сейчас могу показать. Да, на телефоне фотографию. Смотри! Нет, никак. Я не вижу на нем метки убийцы. Да, он действительно интересовался вашей дочерью. И, возможно, даже ощущал к ней влечение. Но все это было только на словах. Мужчина никого не трогал. Мы проверили алиби Дмитрия. В ночь с 13 на 14 декабря он находился дома с женой и ребенком. Получается, Дмитрий не причастен к убийству Алины? Тогда кто загубил эту милую и добрую девушку? И почему экстрасенс почувствовал ссору из-за ревности? Подожди. Почему она за тобой стоит? Алина говорит, что ты виновата. Ты прощения не просила. Я тебе не прощу. Не просто изменил. Он сделал мне вдвойне больно. Это о чем? Дело в том, что когда она встречалась с Сережей, у них были скандалы и сложные отношения. Сережа ходил вместе с моим парнем в магазин, и у него остались ключи от моей квартиры. И когда Алина увидела у Сережи ключи, она устроила ему допрос. А Алиночка нам рассказывала, что она на нее обижалась. У меня были с ней ссоры из-за Сережи, но у нас с ним ничего не было. Алина правильно обижалась. Люба проявляла интерес к ее парню Сереже. Заигрывала с ним. Она и обижена была, и злиться будет, пока прощения искренне не попросят. Вообще это подло. Это просто подло. Приходить в дом, обнимать, жалеть. Как дочь буду для вас. В ту секунду, когда ты даже искренне не попросила прощения у покойной девочки. Погодите, что это значит? Сейчас книга говорит мне, что правоохранители кого-то задержали. Неужели есть какой-то подозреваемый? Ну, они как бы взяли, арестовали по горячим следам человека. У нас сомнения по этому поводу. По этому человеку. А почему именно его взяли? Потому что он сидел и только вышел под амнистию. Родные погибшей девушки считают, что правоохранители задержали первого попавшегося ранее судимого для того, чтобы по-быстрому закрыть дело и успокоить общественность. Тем более, что убийство произошло в кону Нового года. Поэтому вполне возможно, что правоохранителям просто не захотелось портить статистику. Смотри, смотри. Он не за убийство до этого сидел. Он что-то брал у людей. Он вор. Он кражей занимался. У него нашли ее наушники от телефона и телефон. Подозреваемого зовут Михаил. Он житель села Тарасовка, вблизи которого нашли тело Алины. При обыске у Михаила обнаружили мобильный телефон убитой. Именно поэтому мужчину и задержали. Но что, если телефон ему попросту подбросили те же сотрудники полиции? А реальный убийца сейчас на свободе. Книга говорит, что на девушке остались ценные украшения. Что-то напоминающее листочки. Есть. Это были золотые сережки, которые... Так, она и умерла, они были на ней. А он не забрал ничего. Золото не взял с нее. Как тогда получается? Он вор, он рецидивист. Он забрал телефон, но не забрал золото. Это странно. Хаял Аликперов говорил, что у убийцы есть семья. У задержанного Михаила как раз есть жена и 13-летняя дочь. То есть он соответствует портрету, который дал экстрасенс. Но Жанна Шулакова утверждала обратное. Что убийца Алины человек одинокий. Что он был знаком с жертвой и испытывал к ней чувства. Михаил же с Алиной знаком не был. Это подтверждают все знакомые и близкие девушки. Неужели правоохранители ошиблись? И опасный убийца действительно на свободе? Дочь звонила вам с кладбища. Она плакала в трубку, плакала. Мамочка, помоги. Значит, на кладбище ее преследовал убийца. И там должен был остаться его энергетический след. Значит, надо ехать к кладбищу. Для того, чтобы выйти на связь с Алиной, я использовала красное вино и изображение пентаграммы. Это один из способов вызова души умершего человека. Алина не пришла сюда пешком. Ее привезли на машине. Алинка никогда не садилась к чужим людям в машину. Нет, никогда. А я этого и не говорил. Тот, кому девушка села в авто, был ей знаком. Сама села? Да. Потому что доверяла тому мужчине. Шок. Уже второй раз за день экстрасенсы говорят о том, что Алина знала своего убийцу. Но кто? Я знаю просто, что она не садилась в попутки. Она была, в принципе, осторожным ребенком. В машине ехал кого она более-менее знала. С Михаилом, мужчиной, которого задержали по подозрению в убийстве, Алина была вообще незнакома. Она его не знала. Это явно не тот человек, которому она доверяла. Но экстрасенсы чувствовали, что убийца Алины водит машину светлого цвета. И автомобиль Михаила подходит под это описание. Хотя, с другой стороны, мало ли сколько в окрестных селах светлых автомобилей. Я вижу, как авто, в котором ехала Алина, в тот вечер, поворачивает сюда и останавливается. Убийца начинает цепляться к вашей дочери, хватать ее за руки. Девушка понимает, что она в опасности, и ей нужно бежать. И она убегает. Дух повел меня вглубь. Но двигалась она настолько быстро, что мне пришлось бежать за ней. Туда! Туда! Бежит! Плачет, кричит. Она боится. Она с дороги сворачивает, получается, как в посадку. Только за что-то очень сильно зацепилась. Чувствую кусок чего-то прям вот, как вырывать пришлось. Капичом с мехом был. В день исчезновения Алину искали все близкие и знакомые семьи. Пытались обнаружить хоть какие-то следы. Кусочек меха. Нашли ребята, те же работали вместе с Сережей, с отчимом. Они нам позвонили и сказали, тут есть какой-то кусочек меха. Она телефон достает. Она говорит, что я вижу кресты кладбища. Такое вот ощущение. Она хочет сказать, что я знаю, должно, как имя прозвучать. Она нюс. Задыхается. Я не услышала. Она просто вот раз и оборвалась на вздохе. Она спотыкается, но вот там далеко. Ее догоняют. Она еще по земле пытается ползти. Она у нас борец. Она будет вырываться. Она будет биться до последнего. А потом только удар. Один, второй. Брызжет кровь. Кровь везде. Она не только... У нее вся голова вот здесь справа. Все справа вот так. Живого места нет. Да, девочки видели, подружки видели в морге. В прошлом я был военным. Видел много крови и страшных ситуаций. Но даже на войне люди не были так жестоки, как этот зверь, поиздевавшийся над беззащитной девушкой. Честно говоря, я даже на похоронах к Лиле подходила и спрашивала. Лиле, а ты уверена, что это наша Алина? Она говорит, я уверена. Там родинка есть. Это она. В это невозможно поверить. Узнать родную дочь лишь по родинке на теле. Дабы понять, кто настоящий убийца, экстрасенсы отправились к месту, откуда девушка в последний раз звонила маме. Там гул такой в ушах, вот как пустота. Плохо. Ой, похуй я. Девочки, дайте водички. Боже, ужас какой, а. Это как ребенок настрадался-то. Она пропустила все через себя. Это вот настолько плохо было Алине. Не могла даже пошевелиться. Она этот телефон пытается спрятать. Она боится его потерять, потому что боится, что не найдут, что не спасут просто. Ой, боже, она зовет, она все время зовет. Она кричит. Она прям так кричит. Мама! До сих пор слышу в ушах зов, потому что я слышала его по телефону. Я его ни на минуту не забываю. Она меня ждала и звала. Она надеялась, что я ее найду. Подожди, удары разные один такой как тупой. Вот как палку вот такую взяли. И что-то такое длинное, как труба, что ли, железная. Труба металлическая. Здесь нашли. Вот на этом месте люди, которые помогали нам искать, они нашли такую небольшую трубу. Вот именно вот тут, недалеко. Ну, труба, похоже, вот кто водитель знает, вспомогательная трубка для рожкового ключа галичного. На ней было кровь. Тут два орудия убийца. И двое мужчин. Их два. Шок. Получается, убийц было двое? По словам родных, Алина посещала несколько лет секцию восточных единоборств. Обладала хорошей физической подготовкой. Поэтому, скорее всего, она сумела бы дать отпор одному нападающему. Она у нас, девочка, была боевая. То есть, как бы, если рассматривать вот этого человека, которого арестовали, он хиленький. Ну, она бы с ним справилась. Жанна, теперь понятно, почему я видел, что убийца человек семейный, а ты говорила, что он одиночка. Мы видели двух разных мужчин. И они оба причастны к смерти Алины. Она лежит, она уже не слышит, она уже практически не видит. Плохо, очень. Вот, но она не умерла. То есть, она жива. Сейчас я вижу, как девушку куда-то тащат и кладут будто в какой-то гроб, а сверху накрывают крышкой. В моем сне мне казалось, что я – это Алина. Как будто я нахожусь где-то в маленьком темном замкнутом пространстве. Алину перед смертью поместили в какой-то гроб. Погодите, кажется, я понимаю, что это было. Багажник машины. Алину отсюда куда-то увезли. А где нашли ее тело? В поле. В поле нашли. А вы можете показать вообще, где это? Хотя бы приблизительно просто на дно. Да, в ту сторону. Тогда, в декабре прошлого года, родные не пустили Лилию на место, где ее дочь нашли мертвой. Боялись, что сердце матери просто не выдержит страшной картины. Сейчас женщина едет туда впервые. Идем, Лиля. У меня какая-то свалка. Лиля, держись. Держись. Я чувствую, что нам нужно идти в ту сторону. Вот сюда? Нам бы тут не увязнуть. Вот это место. Здесь нашли тело Алины. Сюда же пришел и представитель местной самообороны. Он первым заметил тело девушки в поле во время поисков. Да, да. Вот здесь она лежала вот так вот. Я вижу, как она лежит лицом вниз, а руки и ноги у нее связаны. Пакет на голове замотанный скотчем, руки связаны назад и ноги скотчем замотаны. Я чувствую, что девушка почему-то была раздета. У меня лежала сюда голая. До сих пор я думал, что убийство вашей дочери имело ритуальный характер. Но сейчас я понимаю, что убийцы хотели изнасиловать Алину. Если бы ваша дочь добровольно согласилась на половой акт с теми мужчинами, то могла бы остаться живой. Но она ни за что бы на это ни пошла. На момент расследования этого дела экстрасенсами экспертиза вскрытия еще не была готова. Поэтому никто не знал, была ли изнасилована Алина или нет. Но перед выходом программы в эфир мы получили копию экспертизы. В ней говорится, что в теле Алины Дяковой обнаружена сперма. На данный момент ее сверяют с образцом задержанного Михаила. Результаты пока неизвестны. Сейчас я вижу, как двое мужчин привозят вашу дочь сюда на авто. Она завернута в какую-то ткань. В одеяло в какое-то, видно, завернули и сюда уже вдвоем принесли. Сигарет отлеет, дым идет. Сигарету кину и пошли. На месте, где лежало тело Алины, криминалисты действительно обнаружили окурок сигареты. Его забрали на экспертизу и сверили слюну, которая была на окурке, со слюной подозреваемого Михаила. Образцы не совпали. Тогда у меня возникает логичный вопрос. Кому принадлежал этот окурок? Погодите, тогда не было темно. Солнце вставало. Алину привезли на это место уже утром. Странно. Девушка исчезла в 8 вечера. А экстрасенс говорит, что сюда ее привезли утром. Получается, Алину всю ночь где-то удерживали. На местах, где нашли тело, Алину привезли уже мертвой. Именно поэтому на голову девушки надели полиэтиленовый пакет. Убийца боялся, что во время перевозки тела в машине останутся следы крови. А на весь вечер и всю ночь пробыла в маленьком, замкнутом, грязном, темном, холодном помещении. Сыростью пахнет. Знаешь, как сарай. Сарай. Она позвонила мне. И она мне говорит тихим голосом, я не знаю, где я. Какой-то сарай. Посадка. И опять все отключил. Правоохранители отказались сообщить нам, удалось ли им по телефонному номеру отследить населенный пункт, с которого звонила Алина. По описанию самой девушки, место не совпадает ни с кладбищем, откуда она звонила первый раз, не с тем местом, где нашли ее тело. Так где всю ночь находилась Алина Дякова? Беленький дом и окошечки такие с синим, как вот рамочка синяя. Я не знаю, это не сарайчик, это маленький домик. Жена, а вы можете показать, можете найти этот дом? Думаю, мои джины могут показать дорогу. Давайте сядем в авто, я помолюсь и попробую отыскать этот дом. Экстрасенсы отправляются на поиски. Удастся ли им найти место, где девушка провела последние часы своей жизни? Сейчас нам нужно ехать прямо. Возле дома, где удерживали вашу дочь, есть какое-то кафе или магазин? Заведение какое-то. И еще я слышу собачий лайк. Ваша дочь тоже его слышала перед смертью. Юрий, нужно повернуть влево. Ясновидящие заезжают в село Тарасовка. Где-то здесь, по их ощущениям, убийцы удерживали Алину. Я чувствую в ладонях тепло. Это означает, что мы приближаемся к цели. Погодите, вот здесь. Это магазин? Магазин, Хаял нашел магазин. Давайте выйдем. Нам нужен был дом, на котором будет стоять метка убийцы. Давай пойдем туда, куда поведет маятник. Ты посмотри. Вот это где-то рядом. Я чувствую, что мы на месте. Вот этот дом. Именно здесь Алину удерживали перед смертью. Это здесь? Это здесь? Невероятно. Неужели именно здесь удерживали девушку перед смертью? Есть кто-нибудь дома? Иди на мир. Не остайди. Скажите, кто здесь живет? Миша жил. А вы что здесь делаете? Вы тут живете? Присматриваю, товарища, ну. Мужчину зовут Дмитрием. Он живет по соседству. Говорит, что присматривает за этим домом. И тут мы замечаем во дворе светлое авто. Убийца Алины был на машине светлого цвета. Возможно, это та самая машина, в которую Алина села в день своей смерти? А почему этого Михаила задержали? Потому что, говорят, что убил девочку. Это тут этот Миша. Получается, это дом этого Миши, которого подозревают? Получается, что да. Вот это номер. В этот момент я вспомнила подсказки, которую дала мне моя книга. Рука с крестом. Сначала я думал, что рука с крестом – это рука убийцы, сорвавшего нательный крест с шеи девушки. Но мне в голову пришла другая мысль. Возможно, это тату? Скажите, у Михаила есть татуировка на руке? Ну да. Это татуировка в форме креста? Да. Получается, мужчина, которого задержали правоохранители, действительно виноват? Но если экстрасенсы правы, он совершил это преступление не сам. Кто же второй убийца? Я хотел бы настроиться на момент убийства Алины. Можно нам зайти во двор, чтобы поработать? Сейчас, секунду, я собаку передаю. Когда мужчина привязал собаку, у меня в голове промелькнула страшная мысль, но я должен был ее проверить. Я чувствую здесь энергетику Алины. Именно здесь ее связали, а потом изнасиловали. Но я тебе другое покажу. Я тебе покажу крышку гроба, которую ты видел. Сейчас я вижу, как девушку кладут, будто в какой-то гроб, а сверху накрывают крышкой. Ты понял? Вот тебе крышка гроба. Вот вам гроб вашей дочери. Я не могу здесь находиться, мне плохо становится. Дайте я выйду. Это ужасно. Было страшно смотреть на этот сарай и знать, что там умирала моя дочка. Ждала помощи. И там она провела как бы последние минуты своей жизни в этом грязном, вонючем сарае. Так и не дождавшись помощи. Скажите, а пса кормите вы? Ну да. Книга говорит мне, рука убийцы кормит собаку. А вы видели Михаила в тот день? Когда? Тринадцатого. Ну конечно. Безбухалкинцы. То есть вы были у него в гостях и вместе употребляли алкоголь? Выбил я по две там рюмочки. Он говорит, давай зайдем, помиримся. Скажите, а в котором часу вы были в этом доме? Да, вечером. Без двадцати семь или в полседьмого. Получается, за полтора часа до исчезновения Алины Михаил выпивал у себя дома вместе с Дмитрием. А были у него еще гости? Вы видели кого-то еще? Ну была первая его жена, сожительница и дети. И все, больше я не видел. Это хорошо. Из мужчин вы, получается, были только он и вы в доме? Ну да. К чему клонит ясновидище? Неужели этот мужчина как-то причастен к убийству Алины? А что было после того, как вы с Михаилом выпили по рюмке? Он мне говорит, братан, давай поедем в Камышевах, купим там водки, закусить. То есть он предлагал продолжить застолье? Да он две недели до этого пил. За поем был? Да. И вы поехали с Михаилом за водкой? Нет, я говорю, а что меня с тобой ехали? И пошел домой. Пятнадцать минут восьмого. А через час мама звонила дочери, дабы узнать, где она. В то время как та находилась на кладбище и пыталась спастись от своих убийц. А есть свидетели? Я сам живу. За столом в обед вы сидите один над тарелками. Ну да. Получается, один преступник, которого задержали, он семейный. Именно его в своем видении видел Хаял. А вот второй у меня на раскладе выпадал одиноким. Дмитрий живет один. Мы не знаем, что и думать. Против Дмитрия нет никаких улик. Но и свидетелей того, что мужчина был дома в момент убийства, тоже нет. У меня к вам последний вопрос. Вы были знакомы с Алиной? Нет, я ее и не знаю, как ее и звали. Я чувствую, что вы говорите неправду. Вы ее знали. Вас связывает работа. Ну, в лицо. Я слесарем работаю. В областной больнице. И уже 6 или 7 лет. Ну, мы-то встречались. Я ее в лицо видел в больнице. Я сантехник, хожу по кабинетам. То есть она вас знала, и вы ее знали? Ну, да. Невероятно. Этот мужчина только что утверждал, что не знает Алину. А теперь выясняется, что он работал с ней в одной больнице. Почему Дмитрий говорит неправду? Он что-то скрывает? Вы знали Алину очень давно. У вас была какая-то совместная поездка. Куда-то далеко. Говорите правду. Ну, по путевке от больницы. А, класс. Ну, это 2 или 3 года назад было. Ездили мы. Все вместе, да? Получается, в один санаторий от одного организации, да? Получается, Дмитрий знает Алину уже много лет? Но почему мужчина это скрывает? Неоднократно он говорил. И не знаю, как ее зовут. Я понятия не имею. А потом, через какие-то минуты, он говорит, мы 3 года назад вместе ездили на море. В одной маршрутке. Вы с одной больницы. И ты даже имени ее не знаешь. Я вижу, он врет. Он тупо врет. Девочка села только в машину к знакомому человеку, которого она знала и не боялась. Не было меня там. Я не уезжал никуда. Во всем вы меня обвиняли? Дмитрий, у вас очень странная реакция. Почему вы так нервничаете? Разве кто-нибудь вас в чем-то обвинил? Ранее Дмитрий никогда не привлекался к ответственности. Имел нормальную работу. Поэтому подозрения экстрасенсов вызвали у меня сомнения. Но поскольку в вечер гибели Алины у мужчины нет никакого алиби, я решила провести собственное расследование в отношении этого человека. Я расспросила односельчан об этом человеке и была шокирована тем, что услышала. Скажите, а этот Дмитрий, он вообще агрессивный? Он не то что агрессивный, он неадекватный. Он когда выпьет, глаза как у бугая на лбу. Он нападал уже на кого-то? По словам соседа, Дмитрий с пьяну накинулся на односельчанина, который отказался одалживать ему деньги. Более того, выяснилось, что за день до убийства между Дмитрием и Михаилом тоже произошла ссора. А почему они поссорились? Знаю, что они там пили. Я так понял, что Дима стал приставать к дочери. К Мишиной приемной дочери. Я не знаю, сколько ей. Пятнадцать, да, наверное. По-моему, в девятый класс ходит. Потому что мать ее кричала, ты что? Как там, педофил? Так вот же она, девушка, которую спасли от зверя. Погоди. Есть еще две подсказки от книги. Рука убийцы кормит собаку. И найди девушку, спасенную от зверя. Какой ужас! Получается, этот мужчина чуть не изнасиловал несовершеннолетнюю дочь соседа? Ну, это еще больше доказывает то, что он стопроцентный соучастник. Для него ничего не стоило беззащитную девочку поднять руку. Мы лишь говорим то, что чувствуем. Обвинение – это дело правоохранителей. Я очень прошу, ваше дело – настоять в милиции. Пускай возобновляют следствие. Это не конечный результат. Ни у одного руки в крови. Настаивайте. Потому что никто за вас это не сделает. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы это звали, что мы вам помогли. Очень сильно хотим поблагодарить. Потому что получили очень много ответов. И услышали много правды, которой не было до сих пор. Мы очень благодарны. И всей команде СТБ, и особенно экстрасенсам. Огромнейшее спасибо. Все, что случилось с Алиной Дяковой, просто не укладывается в голове. Мы обращаемся к правоохранителям с просьбой прислушаться к тому, что почувствовали экстрасенсы. Вполне возможно, все происходило именно так, как они рассказали. И убийц действительно было двое. Мы просим проверить причастность к этому страшному преступлению соседа задержанного, с которым они вместе выпивали в тот вечер, когда девушка исчезла. Редактор субтитров А.Семкин